Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня в нашей постоянной рубрике «Неизвестная Сибирь, неизвестная Россия» у нас гостя в студии вновь пастырь и епископ Лютеранской Церкви Александр Франц. Александр, приветствуем вас! Здравствуйте! Рад вас видеть, рад нашим встречам регулярным. Слава Богу! И сегодня, я думаю, что вы расскажете нам о влиянии и о том вкладе, который оказали протестанты-врачи в развитии врачебного дела и не только в истории нашей страны. Я передаю вам слово. Да, ну, тема у нас, можно сказать, традиционная, с одной стороны. Мы снова рассказываем о протестантах, которые, приехав на жительство в Сибирь, и в частности в Западную Сибирь, на Алтай, что они сделали для своей новой родины. Ну, вот сейчас мы рассмотрим, может быть, более узкое, что они сделали для медицины. И так как вот сейчас у нас на дворе эпидемия пандемии, которую мы как-то все переживаем, наверное, побаиваемся, не знаем, что будет дальше. Вот, наверное, надо вспомнить историю и понять, что эпидемии случались и раньше, и для людей, живущих в то время, они выглядели, ну, скажем, не менее грозно, чем для нас та эпидемия, которая развивается сейчас. Как, собственно, было устроено медицинское дело, ну, вот, применительно к XVIII веку Сибири, и, повторюсь, в частности, к Западной Сибири. Вообще в России изначально был создан так называемый аптекарский приказ, который потом был с 1726 года переименован в аптекарскую канцелярию, который, собственно, заведовал, потом он стал называться и медицинской канцелярией, он заведовал всем медицинским делом в России, то есть назначением врачей, строительством госпиталей, аптек и подготовкой новых медицинских кадров. Со времени, когда, собственно, на Алтае были обнаружены месторождения цветных металлов, в частности, меди, потом и серебра, началось строительство заводов, по инициативе известного уральского, ну, и российского промышленника Акинфия Дивидова, появилась, собственно, необходимость, когда, ну, здесь появились люди, стали обживать эту территорию, появилась необходимость медицинской помощи. И изначально она носила достаточно хаотичный характер, где-то медицины пробавлялись, например, цирюльники, и вот история сохранила имя нам такого первого, как сказано, лекарского ученика и по совместительству цирюльника по фамилии Сизиков. Чем занимался этот Сизиков? Он обретался при Колыванском заводе, лечил людей, ну, как он имел, как он имел для этого возможности, и как он это дело понимал. Вот известный академик Мелин, побывавший на Алтае и видевший этого лекарского ученика и цирюльника Сизикова, он оставил о нем достаточно такой, ну, наверное, можно сказать, ироничный отзыв. Он сказал, в частности, Сизиков никому не мог причинить вреда за неимением лекарств. Что именно подразумевал под этой фразой Гмелин непонятно, но вот сказал то, что сказал. И вот, собственно, уже первый профессиональный врач, первый медик появился на Алтае, наверное, надо как бы утверждать, что он появился со времени экспедиции БРа, когда Андрея СБР, начальник тульских оружейных заводов, по указу Елизаветы Петровны, был отправлен на Алтай для обследования заводов Демидова, чтобы принять, скажем, окончательное решение, стоит ли эти заводы передавать в казну или же их оставить за этим промышленником. Вот в эту экспедицию, куда отправлялась группа людей, естественно, был включен и лекарь. Таким лекарем был врач Антон Экинбрехт, он был профессиональным врачом, он приехал сюда, как сказано, в документах с аптекой, но тогда под аптекой могли понимать и, собственно, аптекарский ящик. А вот с этим аптекарским ящиком полным лекарств он приехал, пребывал вместе с экспедицией БРа, объезжал заводы, собственно, он лечил не только членов этой экспедиции, но и пользовал окрестное население, включая деревенское население. И вот при нем, например, в частности, умер старый немецкий мастер, которого приглашал еще на Барнаульский завод работать Демидов, Иоганн Михаэль Юнгангс. Собственно, он умирал на руках у этого Антона Экинбрехта. Побыв с экспедиции на Алтае, он отъехал, возвратился вместе с экспедицией в Санкт-Петербург, и уже в дальнейшем, когда уже, собственно, заводы должны были быть переданы под государственное управление и забраны у потомков Демидова, встал вопрос уже о постоянном лекаре, который не просто приезжает сюда наездами, но постоянно здесь живет. И вот в это время, собственно, Андреас Беер, который должен был возглавить этот Колыван-Воскресенский горный округ, он упросил императрицу Елизавету Петровну, и она издала указ в 1747 году, 1 мая, чтобы на Алтай был назначен постоянный врач. Этим первым, таким, постоянно пребывающим здесь врачом был назначен Йозеф Цедеркопф. Изначально он был военным врачом, он служил в Сибирском дракунском полку на Ямышевской крепости и был переведен на Алтай. Ну, как бы, собственно, его желания никто не спрашивал, ну, по всей видимости, это назначение тоже ему льстило, потому что здесь предлагалась заведомо более высокая плата, ему предложили платить 200 рублей в год. Плюс ему полагалась казенная бесплатная квартира, ну, то есть дом для проживания, плюс дрова, это было очень важно, потому что, ну, как бы, нужно было всю зиму отапливаться, здесь холодный достаточно климат, и запас свечей. Это, ну, вот, повторюсь, как бы сейчас пересказали оплаты электричества, да? Ну, да. Требовался большой расход свечей, и плюс ему полагался также деньщит. И для того, чтобы понять, много ли это или мало, 200 рублей, ну, вот, скажем, вместе с ним было назначено два лекарских ученика, которые должны были его сопровождать и потом помогать ему в работе на Алтае. Были назначены молодые люди в качестве лекарских учеников, им была положена зарплата 12 рублей в год. То есть сам лекарь получал 200 рублей, его помощники получали 12 рублей в год. Рубль в месяц? Рубль в месяц. Ну, фактически, да, 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 да. В это же время на Алтае был назначен, ученикам лекарским было по 16 лет, а вот, например, Иван Ползунов, будущий изобретатель, паровой машины, первый в России изобретатель паровой машины. Ему тогда было 17 лет, в это же время его отправили служить на Алтай. Должность у него называлась, ну, как бы вот сейчас, наверное, достаточно забавно звучит, механический ученик. Он был механическим учеником, и за свою работу он получал 18 рублей в год, что по тем временам, ну, как бы, были существенные деньги, но, повторюсь, а врач, тем не менее, 200. Плюс он, как бы, жил, что называется, на всем готовом. Первое время здесь не было госпиталя, и врач, пока это здание госпиталя не было построено, Цидрокоп принимал больных на дому. Сказано, на дому варил деготь, ну, это, как бы, так тогда называлось мазь, которой смазывали раны, и перевязывал раны больным, принимая их у себя на дому. Госпиталь был построен позже, где-то в районе 750-го, 1852-го года. Сказано было, что госпиталь этот имел 4 покоя, ну, как бы, наверное, как бы сейчас сказали, 4 отдельных палаты, и был способен, ну, принимать до больных, там было 12 коек. То есть все остальные лечились там у себя на дому, а вот 12, наверное, как можно сказать, самых тяжелых из числа военного и гражданского населения, которое здесь работало, могли размещаться в госпитале. Потом при этом госпитале была построена, как написано в документах, камора. Камора для проживания двух лекарских учеников, потому что у лекаря был свой собственный дом, ну, казенный, а вот лекарские ученики жили непосредственно при госпитале. У них на двоих лекарских учеников у них был, как сказано в документах, из казенного имущества две кровати, один стол, три стула и три лавки. Ну, почему вот лишний третий стул и три лавки, может быть, они тоже у себя в каморе принимали больных, может быть, это были стулья просто для их гостей, которые там их навещали. Но в таком объеме оказывалась медицинская помощь, столько здесь было тогда людей с ведущих в медицине, и вот, например, история нам что еще оставила в качестве примера такого работы Цедеркопфа. Дело в том, что здесь обретался такой канцелярист по фамилии Щербаков, ну, как история, его имя сохранила, как кляузника. Он написал донос на руководителя горного округа, на Андрея Сабейра, и в доносе перечислил аж 54 пункта, почему он считает, что вот Бейр плохо справляется со своими обязанностями. И один из пунктов обвинения был тот, что Бейр плохо, как начальник горного округа, плохо руководит работой врача вот этого Йозефа Цедеркопфа. В частности, он пишет, что Йозеф Цедеркопф долгое время задерживается в Барнаульской крепости, в Барнаульском заводе, не посещает другие места на этой огромной территории, где находятся больные, хотя, в принципе, Цедеркопф достаточно много перемещался по этой территории, и вот, в частности, Бейру приходилось отвечать на эти доносы в Санкт-Петербург, и он написал, он написал, что Цедеркопф служит как может, он здесь один оказывает помощь, в частности, вот он, почему он задержался на заводе, он пишет, жена моя была на сносях, и он оставался при жене Бейра, ну, наверное, для того, чтобы как-то помогать ей с родами, при этом, что вот мы, например, знаем, какое было образование у Цедеркопфа, сам Цедеркопф, он себя подписывал на латинский манер, ну, как бы, что принято было у врачей, он писал Йозефус Цедеркопф, хирург он писал о себе, ну, хирург, это, скажем, достаточно уже высокая квалификация, то есть, он мог делать и хирургические операции при необходимости, служил он здесь долгое время, и вот, в 1748 году, ну, это где-то год после его приезда на Алтай, случилась первая эпидемия, это была эпидемия сибирской язвы, и уже тогда, ну, как бы, начались такие проблемы среди населения, и вот, в частности, там приводится, как Цедеркопф пытался лечить сибирскую язву, он ее лечил путем введения карантин, и вот он приписывал, он приписывал, чтобы все люди, которые у себя замечают какие-то признаки болезни, чтобы эти люди не, ну, скажем, не скрывали эту болезнь, он писал, кому она и язва приключится, не запускать болезнь вдаль, и к лечению объявляться, ну, то есть, сознаваться, что ты болен, ибо если не объявляться, он так достаточно, ну, как бы запугивал, можно сказать, потенциальных таких больных, он писал, что если не объявляться, то через двое суток вы можете умереть, чтобы у них, вот, наверное, был какой-то побудительный мотив все-таки рассказать об этом врачу, и вот, например, Андреас Бэйр, он достаточно, ну, как бы, много хвалит этого Цедеркопфа, он пишет, лекарь зело из Пусин лечить болезнь, называемую пятнальной, ну, вот, по всей видимости, тогда относилась такая характеристика какой-то сибирской язвы, то есть больные не только должны были сознаваться и какое-то лечение пытаться вот принимать, но, например, при въезде в Барнаульский завод их осматривали, их осматривали караульные, и если обнаруживали признаки болезни, в город, на этот Барнаульский завод не пропускали, а у кого не было признаков болезни, те пропускали, ну, как сказано, здоровые люди должны были проходить через огонь и дым. В земле были вырыты специальные ямы, где постоянно горел огонь, и вот этих проходящих в Барнаульскую крепость, Барнаульский завод, Барнаульский поселок, они должны были вот проходить через этот дым, их вот так прогоняли через них. Никто не умер, все больные выжили, нет таких свидетельств, что как-то много умирало, с болезнью справились, и была такая характеристика тоже, сказано было, что с Божьей помощью болезнь отступила, эта эпидемия. Александр, у меня прям аналогия с сегодняшним днем, тоже, не дым, конечно, у нас, но руки заставляют этими антисептиками, как будто не 200 с лишним лет прошло, а медицина все так же разрушена. Это очень похоже, и так же, наверное, пытаются как-то экспериментальным путем подбирать лекарства, например, тогда сибирскую язву, ну, Цедраков это не сам придумал, тогда ее вообще все лечили так, лечили, он пишет, прошу отпустить мне табака и нашатыря, да, табаком и нашатырем вот каким-то образом пытались лечить эту сибирскую сибирскую язву, а и вот, ну, вот еще раз скажу, как, собственно, как его характеризовал Андреас Буэр, этого врача, он в ответе на этот донос, где он должен был все-таки как-то высказаться о квалификации Цедракопфа и лечил ли он, вот, на смертность людей он сказал, несысканный еще лекаря, который бы мог от смерти излечивать, ибо от смерти избавительной травы не выросло, почему он ссылается именно на некую избавительную траву, потому что, ну, да, один из методов лечения, это было лечение разного рода лекарственными травами, которым врачам обязывалось собирать специально, потому что, да, далеко не все лекарства можно было привезти из Санкт-Петербурга или из Москвы, в основном возились из Москвы, часть лекарств приходилось изготавливать на месте, и изготавливали как раз эти врачи. потом уже появились специальные аптекари, которые, ну, как скажем, выполняя роль провизоров, могли тоже заниматься изготовлением лекарств, но изначально это вот возлагалось как раз на этих лекарей. Цидорков долгое время здесь работал, пока ему на смену не был назначен другой лекарь, его звание было штаб-лекарь, это звание сродни Капитанскому, и звали его Абрам Эшке, но вот в документах нашего алтайского архива он записан как Абрам сын Юрьев Гешке, ну, он сам не возражал, чтобы его фамилии произносили на этот манер Гешке, и даже указано его первое место, ну, как с места службы до приезда на Алтай, было сказано, работал лекарем галерного флота, он приехал сюда из Санкт-Петербурга, ему было назначено еще более высокое звание, высокое жалование, чем Цидеркову, он уже получал 500 рублей в год, то есть это сумма в два раза больше, чем получал Цидерков, но в его обязанности входило не только заведование госпиталем, всем медицинским делом на Алтае, но и подготовка лекарских учеников, он троих учеников он привез с собой, ну, и потом должен был готовить еще местные кадры, и плюс в это же время приезжает сюда еще один иностранец, принявший русское подданство, он тоже был протестантом, его здесь звали Андрей Бранд, но в документах он указан как Генрих, ну, потому что, собственно, вот это имя Генрих или Хайнрих, оно производит, произносится так, что оно где-то созвучно Андрею, да, поэтому все Генрихи становились обычно Андреями. Собственно, у него была узкая специализация, его называли аптекарским дизелем, аптекарским учеником, и он должен был заведовать здесь аптекой. Было построено специальное здание под аптеку, вот это здание, оно сохранилось до сих пор, начиная вот с середины 18 века, это было первое каменное здание, построенное в городе Бранаули, его построили специально для аптеки. Оно сейчас, может быть, кажется кому-то таким маленьким и неказистым, но по тем временам, ну, как бы это считалось крупным зданием, тем более, тем более, оно было каменное. Аптекарь вместе с семейством проживал при этом здании аптеки, там он готовил лекарства, рядышком он завел так называемый аптекарский огород, где он самостоятельно выращивал лекарственные травы, плюс лекарственные травы он собирал, ну, скажем так, на природе, да, и вот об этом аптекаре есть хороший отзыв лютеранского пастора, который тогда служил на Алтае, мы с вами о нем говорили, это был Эрих Густав Лаксман, он достаточно тепло отзывается об аптекаре Бранте, почему, может быть, потому что аптекарь Брант взялся учить восполнять пробелы, которые были у Лаксмана в химии, они оба ставили химические опыты у него в аптеке, и он помогал Лаксман Бранту с аптекарским огородом, Бранта, ну, как бы там достаточно о нем тоже теплые отзывы здесь на Алтае сохранились, они вот в одно время с Гешки начинали, потому что Абрам Гешки, вот он все-таки был лекарем, а тот заведовал аптекой, то есть они, скажем так, взаимно дополняли, но Брант находился, естественно, в подчинении у штаб-лекаря и должен, вот, собственно, был помогать ему в работе. Контракт, который был заключен с Абрамом Гешки, был заключен на 6 лет, ну, потому что на меньше срок, учитывая, что нужно было оплачивать его переезд на Алтай, переезд обратно, ну, это были достаточно большие расходы, поэтому нужно было, чтобы врач окупился, он должен был отработать здесь не менее 6 лет. В его контракте было, вот, помимо тех же самых привилегий иметь денщика, иметь своих лекарских учеников, иметь служебную квартиру, свечи, дрова в полном объеме. Там же также оговаривалось, что если лекарь умрет в Абраме Гешки, то его дети, а он приехал сюда с семейством, все семейство за казенный счет имеет право выехать в Европу. Он приехал сюда на 6 подводах со своим имуществом, и на 6 подводах его семью должны были вывезти. То есть по тем временам это были значительные расходы, потому что это нужно, это многомесячное путешествие, которое царское правительство обещало оплачивать в случае смерти лекаря, чтобы его семья могла спокойно отсюда выехать. Абрам Гешки по всей видимости был, скажем, высококвалифицированным специалистом, ему ставилось, например, в обязанность или, как это сказать, он должен был, он должен был, например, вскрывать все трупы умерших. Сказано делать, чинить над мертвыми абдукцию, то есть проводить вскрытие и записывать материалы этих вскрытий и также наблюдение за природой, наблюдение за животными и отправлять их в Санкт-Петербург, потому что там этот опыт суммировался, который приходил из регионов, ну и можно было составить представление, какую-то карту болезней, которая там в том или ином регионе развивается, как эти болезни человека взаимодействуют с болезнями животных, ну, например, семейная язва, да, и, собственно, вот какое дальше организовывать эффективное лечение. Абрам Гешки составил, у него был такой труд, краткое известие о колывании, о свирепствующих там болезнях между людьми и скотом он указывал, а также напоследок о растущих в некоторых местностях, Сибири, травах и расположенных здесь минералов. То есть, вот он, весь этот комплекс животных, растений, человека, их возможную взаимосвязь между собой, он этот комплекс описывал. Потом его сменил уже следующий врач Ножевщиков, и после Ножевщикова уже приехал еще один протестант, Яков Кизинг, он также был штаб-лекарем, также был, как и Цидоркок, врачом Сибирского Драгунского полка, и он, приехав на Алтай, например, составил такое тоже достаточно, не знаю, можно назвать это ироничным, может быть, он писал об этом достаточно серьезно, он, когда приехал этот лекарь, он застал здесь под лекарем, младшего специалиста по фамилии Андреев, и он оставил такой отзыв о своем подчиненном, он написал, хотя он наперед с его времени пребывал всегда в пьянстве, но находясь однако в здравии, содержал себя добропорядочно и должность свою исправлял с усердием, ну, смысл такой, пил, но работал, понятно, да, ему также была положена казенная квартира, почему-то ему назначили жалование чуть меньше, чем Абраму Гешке он получал 400 рублей, но вот об этом докторе Кизинге, уже о нем самом, есть два, ну, достаточно противоположных отзыва, например, Эрих Лаксман, барнаульский пастор и потом академик, о котором мы говорили, он оставил такой отзыв о докторе Кизинге, он написал, доктор поехал на юридскую ярмарку, где ведется торговля, и вот эта торговля из купидонства доктору любезнее сердцу, чем медицинские и физические упражнения, он его упрекал, и далее он написал, он привозил с собой оттуда много часов и снабжал ими местных людей, ну, то есть он покупал на ирбитской ярмарке часы и потом продавал их в Барнауле, мы не знаем точно, почему Яков Кизинг ездил на ирбитскую ярмарку, возможно, не только за часами, но и для того, чтобы, ну, как-то организовать снабжение лекарствами, вполне возможно, что он выполнял тут такую двоякую, двоякий труд, а вот Академик Палас составил о нем другой отзыв, он написал, что Кизинг очень хороший доктор и Кизинг ставил на Алтай первые опыты по прививанию оспы, он привил 400 детей на Алтай, так написал об нем Академик Палас, ну, вот 15 лет здесь отработал Кизинг и потом, собственно, Кизинг уже ну, по болезни, по возрасту он попросился в отставку и, собственно, вот его перевели назад, вот так, ну, скажем, очень кратко можно описать, как врачи сменяют друг друга, я, собственно, вам рассказал, ну, наверное, всю историю, так, насколько, может быть, где-то, да, но всю историю медицины на Алтае через, ну, вот, через людей, через этих персонажей, через врачей-протестантов, которые здесь трудились. Спасибо огромное, спасибо вам большое за такой вклад, слушайте, так интересно, особенно то, что касается развития нашей медицины, но раньше дымом и травами, сегодня травами и, так сказать, тем, что брызгают на руки нам. Потрясающе. что эти врачи были иностранцами, потом российские, потом уже российскими подданными, и то, что они были протестантами, видите, это, наверное, повторюсь, это была такая, вот такая культуртрейгерская функция, то есть они ехали сюда не только за деньгами, они ехали, потому что им нравилось ехать в неизведанные дали, ну, и выполнять какую-то вот, какую-то полезную для общества функцию. Они в этом видели свое предназначение. Наверное, вот это два протестантов в этом борьбе. Спасибо, Александр, спасибо огромное. Нашим зрителям напомню, что это наш постоянный проект, неизвестная Сибирь, неизвестная Россия. Подписывайтесь на наш канал, взгляд с небесный. Благодарим всех, благословим всех Господь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok